МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «Территория закона». Смотрите сегодня. Облил бензином свою бабушку и поджог в суд направлено дело в отношении 32-летнего рязанца. Рейд на оке, как речная полиция, ищет браконьеров. Заслуженные награды следователи отметили профессиональный праздник. Трагедия произошла в Олимпийском городке в Рязани. 23 июля из окна 13-го этажа 25-этажной новостройки выпал мужчина. Он упал на козырек подъезда и скончался на месте происшествия. Как сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета, смерть не носит криминального характера. Рязанец облил бензином и поджег свою бабушку. Когда соседи вызвали полицию, попытался скрыться с места преступления, ударив стражу правопорядка. Инцидент произошел в апреле этого года. Сейчас расследование уголовное дело завершилось. Его направили в суд. В тот вечер обвиняемый его мать и бабушка распивали спиртные напитки. Во время застолья у мужчины и его 79-летней бабушки произошел словесный конфликт. Закончился он трагически. Обвиняемый избил пожилую женщину и поджег на ней одежду. Огонь попытался потушить, вылив на потерпевшую ведро воды, после чего ушел из квартиры. В это время к дому подъехали сотрудники полиции, которых вызвали соседи. Не желая быть доставленным в отдел полиции, мужчина ударил одного из полицейских металлической деталью от табурета, причинив ему телесные повреждения. После задержания обвиняемого пожилая женщина была доставлена в больницу, где ей оказали медицинскую помощь. На минувшей неделе следователи искали пропавших девочек. Они ушли из дома 21 июля. Поиск по родственникам и ближайшей территории не дал результатов. Пропавших сестер из поселка Бакланово Пронского района нашли сотрудники Следственного комитета, когда они шли по трассе. Девочки сказали, что заблудились. К их поиску привлекались волонтеры и представители правоохранительных органов. Девочки найдены. Сейчас с ними работают сотрудники правоохранительных органов и следователи Следственного комитета. Устанавливают, не было ли совершено в отношении девочек каких-либо противоправных действий. Следственное управление напоминает, что работает телефонная линия ребенка в опасности 123, куда непосредственно несовершеннолетние либо лица, обладающие какой-либо информацией о противоправных действиях в отношении детей, могут позвонить, получить консультацию, получить помощь. Более 20 фактов незаконной добычи рыбы выявлено с начала года подразделениями Рязанского линейного отдела МВД России на транспорте. Браконьеры используют все эти остроги. Наказание за браконьерство ужесточилось, но многих любителей незаконной добычи рыбы это не останавливает. Усиливать патрули приходится и полицейским. Несмотря на дождливую погоду, начальник линейного пункта полиции в порту Рязани Вадим Савицкий и его подчиненные выходят в рейд. Нерез закончился, но на нарушителей все равно хватает. Первая остановка на берегу Аки в городской черте. Виктор рассказывает, рыбу ловят всю жизнь запрещенные орудия, не используют. Ну хорошей вам рыбалки, хорошего дня. Видим добропорядочный рыбак. Всего доброго. Полицейские отправляются дальше. На участке Аки в городской черте рейд добывают каждый день. В светлое время суток браконьеры боятся просто находиться, потому что бдительные граждане сразу сообщают о том, что на воде находятся люди, которые незаконно добывают рыбу. Вот еще вот с этим связано, что в дневное время практически только ночь. Личная полиция контролирует 479 километров водных объектов в регионе от Московской до Владимирской областей. Есть участки, где чаще всего находят нарушителей. Им особое внимание. Был Спасский район, Спасский затон, Дядьковский затон в Рязанском районе. Также преступления выявляются и в Шиловском районе, в Касимовском, в Рыбновском. Ну, больше в затонах концентрируются браконьеры. По закону нарушителя, которого задержала речная полиция, ждет суд. Ему придется возместить государству стоимость незаконно добытой рыбы. К тому же суд назначит штраф. Задержали наркодилера, у которого изъято более 650 граммов сильнодействующих синтетических наркозиков. В Рязани сотрудники региональных управлений ФСБ и Росгвардии провели совместную спецоперацию за сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Злоумышленнику грозит уголовное наказание сроком до 20 лет лишения свободы. Инспектор отдела процессуального контроля Александр Логинов назначил на должность исполняющего обязанности руководителя Рязанского межрайонного следственного отдела. В нашей съемочной группе Александр рассказал о непростой работе следователя, увлечениях и какие задачи ставит перед собой на новой должности. Александр Логинов в 2003 году окончил Московский университет МВД, работал следователем, а потом заместителем руководителя в Октябрьском РУВД. Оттуда перешел в следственное управление МВД. Когда встал вопрос о дальнейшем выборе места работы, решил пойти в следственный комитет. Тогда он действовал при прокуратуре. Несмотря на то, что добился успеха в службе, пришлось начинать с должности обычного следователя. Одно из сложных дел того времени – об изнасиловании 15-летней девушки. События произошли в 2009 году. Она отдыхала в компании со сверстниками, распивали алкоголь. Отдых закончился тем, что трое ребят совершили в отношении ее насильственные действия. Долгое время раскрыть дело не удавалось. Расследование затянулось. Участников тех событий снова и снова вызывали на допросы. Чувствую, что они скрывают кого-то. И несколько у нас человек одновременно даже, так скажем, дали определенные показания, уличив своих друзей, лже-друзей, так скажем, в совершении насильственного преступления в отношении нашей потерпевшей. Александр Логинов работал старшим следователем в Московском межрайонном следственном отделе. Потом перешел в управление, в отдел процессуального контроля. Переход в Рязанский межрайонный следственный отдел ставит новые задачи. Будем стараться как можно выше поднять его в определенном рейтинге. Будем стараться сплочить здесь коллектив. Будем стараться поучить молодых следователей. Будем стараться сделать это подразделение в одной из лучших областей. Александр Логинов увлекается спортом, играет в футбол, волейбол, когда есть время. По универе товарищеские матчи между другими командами, между банками, между иными правоохранительными командами. Все это, безусловно, объединяет людей. И вот эти люди, которые раньше находились, так скажем, на разных полюсах, где-то кто-то играл, где-то работает кто-то, допустим, в правоохранительной системе, кто-то работает в коммерческой системе, кто-то работает врачом и так далее. Все это настолько разошлосьно, но на этой площадке все становятся одинаковые, все, значит, стремятся к определенной цели. А недавно сбылась мечта. Александр прыгнул с парашютом с высоты 4000 метров. День сотрудника органов следствия отметили на этой неделе. В региональном следственном комитете подвели итоги работы и наградили лучших сотрудников. Подводя итоги работы за шесть месяцев, руководитель регионального следственного комитета Владимир Никешкин отметил, впервые за последние годы ведомству удалось добиться стопроцентной раскрываемости грабежей, убийств, изнасилований, преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 111 Уголовного кодекса. Совместно с коллегами из правоохранительных органов многие из них были раскрыты по горячим следам. Раскрытый и расследованный ряд резонансных убийств, в том числе тщательно замаскированных под несчастные случаи. Гибель на пожаре предпринимателей в Рыбанском районе, утопление молодого человека в Касимовском районе. За последние преступления виновные уже осуждены, длительным сроком лишения свободы 17 и 16 лет. 20 лет лишения свободы получил один из фигурантов дела об убийстве и разбойном нападении на таксиста, которое было совершено на территории Шиловского района. В этом году завершено расследование 16 уголовных преступлений, что на 60% превышает показатели прошлого года. Одно из громких дел – уклонение от уплаты налогов. Задолжал государству более 66 миллионов рублей директор компании, занимающейся производством автомобильных аксессуаров и удерживающих устройств. Следователи, добившиеся хороших результатов в работе, получили грамоты, благодарности и другие высокие региональные и ведомственные награды. Сотрудников органов следствия по Рязанской области отличают верность долгу и присяги, принципиальность и самоотверженность. Вы с блеском раскрываете самые сложные дела. Благодаря вашей работе жители региона чувствуют себя защищенными. Верясь в справедливость и неотвратимость наказания за преступление. На заседании коллеги по традиции подвели итоги конкурса, который региональный следственный комитет проводит для средств массовой информации. Работатель ведущей программы «Территория закона» Дина Исляевой отмечена в номинации «Активность и периодичность в освещении деятельности следственного управления». Валерий Седов, Дина Исляева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Далее наша рубрика «Комментарии эксперта». Сегодня ее тема – приобретение, хранение и использование оружия. Наша съемочная группа побывала в региональном управлении Росгвардии. Дмитрий Евгеньевич, по статистике в Рязанской области за первое полугодие 2019 года зарегистрировано снижение количества преступлений, связанных с применением, хранением, использованием и оборотом гражданского оружия на 34,8%. Общее количество преступлений сократилось с 15 до 13, но все же они имеют место быть. Как ужесточаются меры и контроль в связи с этим? По действующему законодательству мы должны проверять условия сохранности оружия у граждан не реже, чем раз в год. Также при оформлении различных документов на оружие предусмотрена процедура проверки технической укрепленности, защищенности, мест хранения оружия, либо где он хранит оружие. Какие требования к приобретению, хранению и использованию гражданского оружия существуют на данный момент? Должен быть сейф, в котором хранится оружие. Сейф должен прикручен быть либо к стене, либо к полу, чтобы его не могли вынести, помимо всего прочего. Оружие в сейфе должно храниться отдельно от патронов. Если все эти условия обеспечиваются, то гражданину выдается разрешение на право хранения и ношения оружия. Либо если это ежегодная проверка, то соответственно составляется акт о том, что у него условия соответствуют. Какие категории граждан могут получать разрешение на использование гражданского и так называемого охотничьего оружия? Раньше у нас на охотничьего оружия, так называемое, граждане могли приобретать с 18 лет. Но теперь внесли изменения. Оружие теперь такое могут покупать только граждане, достигшие 21 год. То есть возрастной ценз повысился. Также, чтобы приобрести гражданин, должен пройти медицинское свидетельство на наличие противопоказаний к владению оружием. Сотрудники Росгвардии осуществляют проверку наличия у него судимости, либо привлечение, неоднократно привлечение к административной ответственности. То есть это тоже является насоснованием к отказе в выдаче документов. А есть ли какой-то особый порядок и регламент приобретения и использования оружия для частных охранных организаций? Охранные организации могут иметь как гражданское оружие, так и служебное оружие. Оружие они могут как покупать в магазинах, так и брать его на безвозмездной основе в пользование в подразделениях Росгвардии. Есть ли определенные требования к приобретению и хранению оружия, которые зависят именно от вида охранных услуг? От вида частных охранных услуг это никак не зависит. То есть тут именно воля и заявление, скажем так, самой частной охранной организации. У нас есть три разряда частного охранника, это четвертый, пятый и шестой. То есть четвертый разряд охранника у нас несет свою деятельность без оружия, только со спецсредствами. Пятый разряд, это охранник уже может иметь гражданское оружие и спецсредства. И шестой разряд, самый высокий, это уже полный спектр, то есть и спецсредства, и гражданское, и служебное оружие. Спасибо. Команда Рязанского ОМОН заняла первое место на ведомственных отборочных соревнованиях групп боевого порядка и территориальных органов Центрального округа. Они прошли на этой неделе в Смоленске. Представляем! Представляем! Раз! 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 Бойцы Рязанского ОМОНа перетаскивают служебный автомобиль «Тигр». Машина бронированная, вес ее в зависимости от модификации может быть как 5, так и 7 тонн. Это один из этапов отборочных соревнований групп боевого порядка ОМОН, территориальных органов Центрального округа, войск Национальной гвардии России. К этапу с перетаскиванием автомобиля рязанские бойцы готовились особенно усердно. Они привязывали к «Тигру» бревно и таскали машину по парковке, из одного конца в другой. И это только один из этапов соревнования. Начали! Вот! Давай, давай, давай! Всего бойцы ОМОНа прошли три этапа состязаний – физическая подготовка, служебный биатлон и стрельбы. У нас там 150, 100 метров стреляли по лёжу, сидя, стоя. Автоматчики тоже стреляли на расстоянии 100 метров. И командир группы из пистолета. К соревнованиям готовились, говорят, больше месяца. Но у бойцов отряда мобильного особого назначения практически каждый день на работе – это тренировка, подготовка к будущим задачам. Они оттачивают свои навыки в стрельбе, командном взаимодействии и многом другом. А физические нагрузки – это обязательные условия. Постоянные тренировки и помогли достичь определенных высот. Рязанцы по итогам состязаний одержали победу среди других 18 команд из Центрального федерального округа. Теперь у них впереди соревнования всероссийские. Они пройдут в сентябре. Тренировки у бойцов Рязанского ОМОНа продолжаются. Это была программа «Территория закона». Всего доброго. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин